Сегодня увидела даму на пуховике, о которой было написано «Зима, зима, зима». И подумала, а если написать «Весна, весна, весна», может, все и переменится, нам пишут и на пуховиках. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Корреспондент «Алтайской правды» Любовь Карпова посетила презентацию книги Евгения Скрипина «Барнаульские поэты без иллюзий», которая при большом стечении публики прошла в Шишковке. Все, кто пришел поздравить Евгения Скрипина с выпуском книги, сошлись на том, что ничего подобного на Алтае еще не писали и уж точно не издавали, пишет АП. Удивительным образом, книга о хороших знакомых автора со всей ее обезоруживающей откровенностью, библейской простотой, как пошутили на презентации, в итоге оказалась именно книгой о литературе и о почти героических людях, сделавших ее своей жизнью. Конец цитаты. Читайте, там и о нас с Михаилом Гундариным есть. Сегодняшний московский комсомолец публикует материал об Александре Черникове, который прославился экстремальным видео, спрыгнув горящим с пятиэтажки. Видео мы показывать не будем, чтобы не разжигать. Александр Черников родом из Зудилова и первые трюки ставил именно там. В детстве он заболел паркуром. Свой первый безумный прыжок выполнил прямо в родном селе с 15-метрового обрыва. Акцент делаю на то, чтобы прыжок был выполнен эффектно и грамотно, говорит Саша. Но никого не призываю повторять мои трюки без специальной подготовки. Однако некоторые представители паркур-сообщества осуждают Александра, считая такие прыжки юношеским безрассудством. Достаются Черникову и от интернет-пользователей. И еще раз, не пытайтесь повторить эти трюки без специальной подготовки. Комсомольская правда разбирается в причинах трагедии, случившейся в Бийске в воскресенье. Там взрывом в клочья разнесло двухэтажное здание магазина, погибли его сотрудницы. По первоначальной версии, в подвале здания скопился природный газ. После включения бытовых приборов возникла искра и раздался взрыв. Здание магазина не было газифицировано, рассказала руководитель пресс-службы следственного управления СК РФ по алтайскому краю Людмилы Рязанцева. Недалеко от магазина проходит газопровод. Следователи взяли образцы грунта на исследование, результаты которого показали, что где-то рядом находится газ и есть утечка. Сейчас ее устраняют. И еще немного информации от алтайской правды. В рамках подготовки к тотальному диктанту в Алтайском государственном университете в корпусе на Димитрово по средам проходят занятия для всех желающих. 70 барнаульцев, людей разных возрастов и профессий, стали участниками первого занятия цикла «Русский по средам». Впереди еще шесть встреч. Они начинаются в 18.30, вход свободный. Сегодня «Русский по средам» провел кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Олег Ковалев. Темой занятия стали частицы «Не» и «Ни», знаки препинания при обособленных определениях и приложениях. Не знаю, как вы, а я там была. Освежить знания никогда не помешает. Увидимся послезавтра. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова